Что сейчас происходит в регионе, об этом расскажет канал ПС, в студии Артемий Заварзин. Здравствуйте. Ледоход, вроде бы уверенно, пришедший в поморье, пока сбавил обороты от Архангельска. Он в четырех сотнях километров. Голова остановилась в заторе в районе реки Нюхмиш. А вот на реке Вель, это приток Двины, разрушился затор. Наблюдается средний ледоход. На реке Онега он развивается подвижками. Прогноз развития ледохода такой. На участке между Нижней Тоймой и Идвинским Березником ледоход ожидается сегодня-завтра. А вот подход его к Архангельску в первых числах мая. Молодежь в действии. В Архангельске стартовал традиционный форум для молодых, активных и перспективных. Ребята разработали интересные проекты и готовы их реализовать. А тех, кто собрался на других, посмотрите и себя показать наш материал. Теплая одежда, рюкзаки. С первого взгляда может показаться, что эти ребята готовятся пойти в поход. Не совсем так. Это сбор социально активной молодежи. Больше сотни архангельских школьников и студентов, четыре добровольческих отряда отправятся на остров Кега, чтобы презентовать экспертам в сфере молодежной политики свои идеи по развитию Архангельска. Ребята из отряда Титаны, например, подготовили проект «Диалог сквозь время». Мы ходим к ним в гости, разговариваем, собираем истории и впоследствии будет выпущен сборник историй ветеранов, о их жизни, о их военных годах и не только. Также будет организовано большое мероприятие для ветеранов города. Сбор социально активной молодежи проходит в нашем городе в третий раз. Это мероприятие – часть большой кампании по улучшению работы в сфере молодежной политики. Специалисты проведут для мальчишек и девчонок уроки по ораторскому искусству, тайм-менеджменту, будет и спортивная программа. Мы работаем на популяризацию некоторых новых видов спорта, в частности, такой вид спорта, как юкигасан, «Игра снежки по правилам». И в этом году в рамках сбора ребята будут оттачивать свои навыки и будут делать все для популяризации этого вида спорта у нас в городе. Итогом сбора социально активной молодежи станет реализация наиболее интересных проектов. Всемирную поддержку новаторам окажет администрация Архангельска. Архангелогородцам предлагают собрать макулатуру. Сегодня столица Фомория участвует в экологической акции «Зеленая Россия». Всероссийский экологический субботник стартует в 14 часов. Местом сбора и вывоза макулатуры станет территория у здания, расположенного по адресу улицы Волчейского, дом 18. К субботнику присоединятся сотрудники правительства области, члены общественных организаций, а также научно-образовательных учреждений. Организаторы рады видеть и всех жителей столицы Фомория. А уже завтра в Архангельске общегородской субботник. Будем приводить в порядок территорию города. Фронт работ обширный, от участков рядом со своим домом до общественных мест, скверов, парков и зон отдыха. В Поморье отремонтирую дороги к дачным поселкам. Правда, случится это в 2018 году. А для включения в программу ремонтов товариществам придется выполнить ряд условий. Главное – это оформление участков дорог в собственность муниципальных образований. Еще одно важное условие – софинансирование программы ремонтов. Муниципальные образования и садоводческие объединения должны оплатить 25%, стоимости работы регион – 75%. Добавлю, что средства на дачной дороге по распоряжению губернатора планировалось выделить еще в 2017 году. Но садовые товарищества не были готовы к реализации проекта. Центральное событие года для предпринимателей Поморья – конференция малого и среднего бизнеса. Ежегодно в мероприятии участвуют более 600 человек со всей области. Как рассказали журналистам на специальной пресс-конференции, в этом году форум пройдет 26 и 27 мая. Приглашены для участия представители бизнеса, общества, органов государственной и муниципальной власти, будут и предприниматели из других регионов России. Помимо округлых столов и семинаров, участников ожидают Дни открытых дверей, где можно будет больше узнать о работе регионального бизнес-инкубатора, промышленных кластеров и корпорации развития Архангельской области. По какому сценарию пройдет конференция, решат сами предприниматели. В этом году нововведением является то, что мы запустили опрос для всех желающих принять участие в формировании повестки дня. Этот опрос вывешен на сайте правительства. Там есть 14 вариантов по различным направлениям интересующих предпринимателей. Можно также предложить свое мероприятие. Итоги опроса будут подведены на оргкомитете в ближайшее время. По итогам проведения круглых столов, семинаров, тренингов и дискуссионных площадок будет выработана резолюция, которая поможет скорректировать региональную политику в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. Мы продолжаем следить за развитием событий в регионе. До встречи в 16 часов на канале ПС. Редактор субтитров А.Семкин